Вот эта пара аистов уже много лет живет у нас на краю деревни, облюбовав для своей семьи фонарный столб и выстроив это огромное гнездо. В прошлом году мы наблюдали интересную картину. На соседнем столбе появилось маленькое гнездо, выстроенное аистенком из этой семьи. И было любопытно наблюдать, как аистенок периодически перелетает из своего строящегося дома в огромный дом родителей. Но в этом году мы этого аистенка не заметили. Недострой по-прежнему остается. И что случилось с птицей, можно только гадать. Возможно, она погибла. Ведь перелеты у аистов огромные, они летят зимовать в Африку. И естественные враги у них есть. Возможно, птица просто оказалась не приспособленной для продолжения рода. Возможно, она не смогла выстроить дом такого качества, чтобы прилетела самка и согласилась бы с этим аистенком, с этим аистом создать семью. А может быть, еще какие-то были причины. Но так или иначе, естественный отбор в природе действует. И направлен он на совершенствование вида. Ведь если бы не было естественного отбора, то даже такие птицы, как аисты, не очень-то сильно размножающиеся, очень быстро бы заполнили всю землю ровным слоем. Поэтому в этом году мы наблюдаем за старой мудрой парой аистов. Наблюдаем за их домом, который с каждым годом становится все больше, все больше. Ну и, судя по всему, они выводят новое потомство. Продолжение следует... Продолжение следует...